Об ультрасвежести и не только поговорим с Екатериной Монаконовой. Здравствуйте. Добрый день. Давайте, наверное, все-таки начнем с изменений, некие итоги. Какие изменения произошли и в ассортименте, и вообще, в принципе, за прошедший год? Ну, из основных изменений могу сказать, что мы активно работаем над повышением свежести товара в первую очередь, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наш покупатель получал максимально свежий товар и, соответственно, со своей стороны работаем с нашими производителями над тем, чтобы участить поставки на РЦ, над тем, чтобы товар приходил с максимально длинным сроком годности. Также мы работаем над тем, чтобы ассортимент стал наиболее разнообразным. Нам неинтересно заводить очередную докторскую колбасу или молочную сосиску, потому что их и так достаточное количество на полках. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы нам производители предлагали какие-то новинки, которых нет на рынке, которые позволят нам дифференцироваться, которые позволят нам стать наиболее интересным магазином и наиболее привлекательным магазином для нашего покупателя. Мы достаточно хорошо продвинулись в этом направлении, завели несколько позиций колбасных изделий с добавками, которых ранее не было у нас в ассортименте, и с орехами, и с различными ягодными вкусами. У нас есть интересные новинки, которые и мы с производителями положим на полки, и покупатель сможет найти в новогодний период. И, соответственно, мы бы хотели с нашими производителями дальше продолжать работать над тем, чтобы в ассортименте магазинов появлялись новые товары, которые дают дополнительный инкрементальный рост продаж. Если вот более конкретно, вот это взаимоотношение с поставщиком, чего вы ждете? Что нужно, чтобы все было здорово? Мы ждем продуктовых инициатив, мы ждем совместных новых разработок, мы ждем новых интересных проектов, мы ждем новых предложений. Мы и со своей стороны готовы выступать с предложениями. У нас на текущий момент уже есть целый ряд ассортимента, которые мы предлагаем нашим партнерам произвести для нас специально. Это не только СТМ, но и просто эксклюзивные позиции. Также нам хотелось бы и от производителей иметь такие же интересные предложения, чтобы регулярно они к нам поступали. Вот я производитель, хочу вам что-то предложить. Что мне нужно сделать? Пошаговая инструкция. Ну, как минимум, вам нужно прийти в магазин, в наш магазин, в магазин наших прямых конкурентов, магазин соседей и посмотреть, что есть на полках. И не предлагать то, что есть, а предложить что-нибудь интересное, чего еще нет. Либо какую-то другую упаковку, либо какую-то другую фасовку, другой вкус. Что-то, что может заинтересовать покупателя. Ну, вот вы, Катерина, уже видели, наверное, исходя из того, что вы перечислили, довольно много креативного. Вот что самое вау, по-вашему, за это время произошло в ассортименте? Что было такое самое топовое? Ну, если мы говорим, вот за последние несколько лет, самые там топовые, например, и интересные продукты, которые были выпущены на рынок из категории мясной гастрономии, из категории колбас, это, например, снеки и снековые закуски к пиву. Раньше колбасные изделия не воспринимались как снековые закуски к пиву. И, ну, один из наших партнеров привез эту идею из-за границы, и вот появились вот эти кнуты и тоненькие колбаски, которые теперь активно используются как пивные закуски. И это как раз-таки новая ниша, да, которая позволяет в категории открывать какие-то новые вкусы и поводы для потребления. То есть в этом случае уже колбасные изделия, это не просто сосиска к завтраку, там, или бутерброд, это новый дополнительный повод для потребления. Мы уже на протяжении достаточно длительного периода времени, в том числе нашим партнерам, говорим о том, что мы хотим открывать новые грани всем привычных продуктов, для того, чтобы покупатель получал большее разнообразие. Катерина, ну и вопрос про логистику, наверное. Вот на одной чаше весов ультрасвежесть, на другой логистика. Что сделать, чтобы ускорить этот процесс взаимодействия? Ну, для нас, конечно, самое главное значение имеет покупатель. И покупатель, безусловно, хочет выбирать наиболее свежие товары. Ну, ни для кого не секрет. И все, наверное, видели, как в магазинах покупатель пытается залезть подальше в полку, зная, что там стоит более свежий товар. И мы, соответственно, тоже по своей аналитике видим, что чем менее короткий период прошел с даты производства до момента совершения покупки, тем больше продажи у определенных категорий товара. Особенно у тех, у которых срок годности максимально короткий, до 14 дней. Соответственно, мы со всеми производителями ведем работу над тем, чтобы товар попадал на полку в максимально сжатые сроки. И, конечно же, у нас есть определенные ограничения, связанные с вводом дополнительных систем, меркурий и ветеринарных систем, контролирующих мясную гастрономию, мясную отрасль. Ну, и в любом случае мы стремимся к тому, чтобы товар на наши склады поступал ежедневно, либо на наши склады, либо на торговые точки. Если мы говорим о хлебобулочных изделиях, то помимо того, чтобы поставки были ежедневные, мы стремимся к тому, чтобы поставки были до 10 часов утра, для того, чтобы покупатель с утра уже имел возможность приобрести свежий хлеб с хрустящей корочкой. Если мы говорим про поставки товара через наши склады, то, конечно, мы тоже хотим иметь ежедневные приходы по птице, например, до 6 утра, Потому что в этот же день уже товар уезжает на наши магазины, мы стараемся работать без переходящего остатка. И тем самым мы, конечно, повышаем свежесть, повышаем продажи, повышаем удовлетворенность покупателя посещениями наших магазинов. Я желаю вам, чтобы время было на вашей стороне. Спасибо большое. Спасибо вам, до встречи.